привет всем нажиманам сегодня у нас в обзоре будет вот такой нож компании кизляр супрем нож называется сенпай выполнен в стиле японского тантов значит семействе ножей у них два у таких ножа туристических называемых можно их назвать лагерными еще значит вот этот сенпай коротенький и у него есть старший брат сенсей который больше напоминает по своим габаритам какой-то знают вам выкидзаси наверно меч вот слишком уж он такой здоровый получился и я даже не знаю для каких работ можно его брать собой то есть проще собой носить мне кажется топор давайте поговорим о нашем ножике брал я его цвете олива выпускается он всего в двух цветах черные олива черный конечно выглядит гораздо изящнее посерьезнее вот но я брал под свой камуфляж цифру зеленую вот поэтому решил не выделяться с черной палкой взял такой цвет значит сталь используем на клинках house 8 не очень любимая мною в сталь я сейчас объясню почему значит ждал я этот нож вообще со сталью d2 которую они обещали очень долго потому что сенсей он выполняется в старший брат сенсей он выполняется в двух вариантах там даже в четырех то есть он еще матируется в черный цвет и выпускается с двумя столюгами это d2 американская us 8 японская но к us 8 меня отношения плохое почему потому что у меня есть кухонник японский с этой сталью буквально после каждого работы на кухне по мясу его надо подтачивать за но то есть стали очень быстро точнее режущая кромка это у этой стали очень быстро теряется заточку вот я слышал как год кизляровцев что они якобы закалку свою делают термичит по-своему как-то и у них house 8 она совсем по-другому работает но я сейчас отдельно коснусь восьмерки вот на этом клинке вот я что хотел сказать ждал я сталь этот нож со сталью d2 в обещали они по моему полтора года назад и выпустить но так она не вышла вообще сам нож там нож это как бы наш отечественный аналог популярному колстиловскому ножу всем известному реконтанта вот его тоже свое время выпускали с этой стали us 8 но колстиловцы скорее всего убедились на своем опыте что сталь паршивая вот они как бы перешли обратно на vg-1 то есть у них там вообще три версии с тремя стали сталями выпускаются вот эти вот реконы то есть vg-1 самый там слоеная какая-то сталюга и порошковый там помню спи какая-то 30 что ли спм ну короче говоря самая дорогая там с порошковой стали вот наши кизляровцы молодцы конечно мне очень понравился и дизайн харизма есть у этого ножа они тоже решили выпустить аналог рекону но вот есть некоторые косяки по обработке допустим если посмотреть на рукоять вот то местах накладки видны небольшие выступы буквально ну видимо на станках все точит и настройка не совсем точно то есть вот где-то металл вылазит чуть-чуть на 10 доли миллиметра это как бы для охвата там для работы никакого значения не имеет но все равно визуальном видно еще мне не понравилось нанесение надписи во-первых сам шрифт какой-то идиотский то есть надо со шрифтом поработать жирные слишком буквы краска видно по краям размазан то есть нет четкой кромки вот этого шрифта я не знаю какая термообработкой наносит этот шрифт или как там еще ну как бы это не гравировка это что-то другое но вот по краям видно что шрифта он немного размазанный как он будет жить вообще на клинке при хард юзи я тоже не знаю пока вот здесь как бы все четко пока буквы не расплылись а с той стороны они уже какие-то расплывчатые стали сам клинок как говорят выполнен в стиле танто хотя танто это японское словосочетание означающий короткий меч то есть это нож до 30 сантиметров которые носили на себе не только самурая все кому не лень то есть все у кого была возможность такая вот значит чем отличается японский танто от американского японского более пологий вот такой наклон у него нет вот это вот кромки вот и соответственно нагрузка вся она распределяется вот на эту зону когда при вы режете к примеру равномерно у американских танто основную нагрузку на себе несет вот это вот штука вот это вот кромка где у нас сходится под углом 2 как бы две насечки вот и когда вы режете особенно по мясу там не знаю он очень хорошо конечно проникает но из-за того что несет основную нагрузку быстро тупится вот я сейчас не буду конечно по мясу работать мы сейчас проведем hard use по деревяшкам вот и откроем концернную банку посмотрим как ведет себя эта сталь на этом клинке ну в общем то в общем то я что хочу сказать сейчас я отдельно возьму можно про нужно расскажу значит здесь пока не видно но вот если точно присмотреться на свету вот здесь уже режущая кромка дает бликами все это потому что нужно сделано очень туго смотреть как они ходят то есть вытащить нож вот просто одной рукой не оттягивая сами нужно нереально практически то есть они настолько плотно держит но что я не знаю при вытаскивании приходится просто выдергивать лезвие чиркает по как бы пластику и кромка у нас коробится зачем так сделали тоже мне непонятно я так понял что нужно состоят из двух составных половинок вот я попробую конечно вот эти два фиксатора слабить но если вот этот винтик чуть-чуть ослабить то боюсь что лезвие у нас уже будет шлифовать сам штифт винта это уже нехорошо то есть пойдет работа по металлу я сейчас наглядно покажу как насколько зажат нож и в ножнах то есть вытащить его никакими усилиями невозможно никакие могу сейчас не прикладываем там немного люфтит ходе час попробуем выбить этот нож ни хрена у нас ничего не получается то есть зачем они сделали вот такие нужны я не понимаю нож должен работать они сидеть в ножнах и какой-то критической ситуации вы даже не успеете но что достать из ножен посмотрите с каким усилием мне приходится вытаскивать этот нож что-то не то ребят я ничего сам не регулировал ножом несколько дней вот и такого быть не должно и соответственно на камере этого не видно вот здесь вот вся кромочка уже у нас отшлифована слегонца так что у этого ножа в эту ножа считаю два недостатка это сталь и ножен притом я еще хотел сказать по поводу ножен вот сама рукоять каратоновские накладки они при зажатии вот в эти фиксаторы они тоже коробятся тихонько устачивается кротон сам какой-то по ощущениям немножко мягковатый вот других ножах меня более грубую более жесткий про тактико технические характеристики не буду рассказывать потому что полно в интернете обзоров этого ножа еще раз повторюсь нож сенпай от компании кизляр супер очень хороший по стилю по своей харизме ножек но посмотрим сейчас как он у нас поработает приход юзи сейчас по батоним откроем концернную банку поехал дрова сухие более-менее поэтому раскалываться легко так часть мы раскололи и нам надо еще раз половинить теперь будем половинить вот эти вот части потому что печка маленькая чем меньше будет дровишки к ней тем лучше смотрим на кромку кромки хоть бы хер как была так и осталось заминов никаких нету в общем то нож неплохо справляется пока со своими обзорами это было бы удивительно если бы от дерева появились какие-то заломы на кромке в общем то нож неплохо справляется пока со своими обязанностями Достаточно быстрому, благодаря просушенной древесине, расщепили все это хозяйство. Сейчас попробуем печку нашу растопить. Дрова у нас готовы. Вот так мы их сейчас положим. И нам нужно острогать что-нибудь более мелкое. Ну, режущая кромка у нас не пострадала вообще никак. Срез достаточно хороший. И, скорее всего, по всему, скорее всего, кизеляровцы не зря болтали про свою термообработку фирменную. Действительно, это не просто маркетинговая болтовня. Что-то в этом есть. Потому что, ну, вот здесь восьмерка очень хорошо себя ведет. Пока никаких заминов, ничего. Было бы странно, конечно. Несопно-дереве что-то такое произошло. Попробуем потом на баночке посмотреть, что происходит. Так. Режет достаточно неплохо. Только все мои стружки на снег падают. Здесь хорошо. Все нормально пока что. Будем половинить. Так. Что-то у нас тут совсем ярко все загорелось. Ого. Как грызся. Ого. 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 Ничего себе деревяшки не хотят ломаться. Тут это посчитает не совсем удобным решением. Топ. Ого. 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 Чтобы они у нас в снегу не валялись. С режущей кромкой ничего не произошло. Режущая кромка абсолютно нормальная, ничего нигде не блестит. Чуть-чуть повело кончик. Где-то грязь что-то не отказалась. Все в идеале. Отличный ножичек. Еще бы ножны ему хорошие. Ну и последний тестик. Сегодня, хотя у меня есть, повторюсь, открывашка. Попробуем эту баночку с тушенкой открыть. Кизлеровским ножиком. Что-то какая-то тушенка непонятная. Достаточно. Смотрим на кромку. Опять же. Так, и вот тут уже. Сейчас я на камеру покажу. Так, и состояние режущей кромки после открытия банки тушенки. Чуть-чуть, чуть-чуть видно. Повело кромочку, немного замяло. И вот здесь вот кусочек, вот в этом месте. Щербинка вылезла, такая небольшая. Так, в целом, в целом очень даже неплохо. Так. Посмотрим, что у нас тут. Ну вот видите сами состояние кромки. Сейчас вот так вот на свет чуть-чуть. Все ровно. Жесть, конечно, дала себе знать. Но это легко выправить, в общем-то. Нож неплохой за свою цену. Поэтому поддержим отечественного производителя, ребят. Покупаем на ЖЭТ Кизляр Суприм.